Самарские новости спорта 16 команд представляют спортшколы Ижевска, Челябинска, Перми, Тюмени, Тольятти, Отрадного. За Самару играют крылья советов. Для десятилетних мальчишек эти соревнования – отличный футбольный трамплин в большой спорт. Участники прошлых турниров, которым повезло, сегодня играют в профессиональных клубах высшей лиги. За всю историю турнира на Самарской земле побывали более трех с половиной тысяч юных футболистов из 18 регионов страны и стран ближнего зарубежья. Я желаю, чтобы этот турнир прошел в атмосфере праздника, хорошего спортивного духа. Первый турнир состоялся спустя несколько лет после февральской трагедии на улице Куйбышева в Самаре. Региональное управление милиции сгорело дотла. Общественный совет МВД России по Самарской области тогда решил увековечить память погибших сотрудников детским футбольным турниром. Все знают, что в 1999 году у нас произошло такое несчастье, как пожар. Погибло 57 сотрудников в пожаре. После этого возникла такая идея. Я думаю, ребята, которые на поле, тоже, как говорил, они осознают это, понимают. Я думаю, будут помнить это однозначно. Полицейский мемориал проходит по всем футбольным правилам. Сначала команда выявит сильнейших в четырех группах, а потом лучшие разыграют места на пьедестале почета. Финал намечен на субботу на стадионе «Волга». А теперь новости из большого спорта. Магомед Магомедов и Дарья Межецкая стали серебряными призерами командного чемпионата Европы под зюдо. По дороге в финал мужская сборная России победила Литву 5-0, Чехию 4-1 и Францию 3-2. В поединке стенка на стенку за первое место Самарец не смог помочь своей команде одолеть чемпионов мира и Европы сборную Грузии. Матч закончился с отсчетом 2-3. Россианки тоже добрались до финала и уступили польским спортсменкам. А теперь новость о золотом самарском пловце. Семен Макович поедет на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Так решил главный тренер сборной Сергей Калмогоров. Самарец дважды выиграл чемпионат России комплексным плаванием 200-400 метров. Кроме того, Макович примет участие в чемпионате Европы. Там у него есть все шансы выполнить олимпийский норматив на 400-метровке. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok